В этом видео мы продолжаем изучать новую творческую студию YouTube, а именно редактор видео. Где он находится? Для начала переходим в саму творческую студию и, как видим, в боковом меню никакого редактора нет. Для того, чтобы его увидеть, нам нужно перейти на конкретное видео. То есть, переходим на любой ролик, который хотим отредактировать и нажимаем или на сведения, или просто даже на сам ролик, чтобы нас перебросило в творческую студию именно по этому видео. И уже здесь, в боковом меню, вы видите редактор. Что же есть в этом редакторе? Во-первых, в этом редакторе вы можете производить самый простой монтаж видео. Какого плана? Например, вырезать начало, например, обрезать начало или конец. Или вырезать какую-то часть ролика из середины. Но вы не можете вставить здесь, наоборот, в середину какой-то видеоряд. То есть, вы видеоряд можете только обрезать и склеить вместо, вместо разреза. Но добавить что-то новое в видеоряд вы не можете. Но, что касается аудиоряда, то есть, звуковой дорожки, то вы можете как убрать что-то с нее, так и наоборот добавить на аудио дорожку новые звуки. Вот у нас ряд с видео. И если вы хотите его обрезать, то вы используете этот инструмент. Как им пользоваться, подробнее у нас есть урок на канале. А вот здесь, там где нота, это у нас уже работа со звуком. Если мы развернем, то мы увидим здесь надпись «Добавить аудио», где нас преднаправляет на страницу «Добавление и замена звуковых дорожек». Опять же, если вы хотите более подробно, как это делается, пишите в комментариях и вам подскажут, какой урок посмотреть. Еще одна функция, относящаяся к монтажу, это «Размытие». Оно находится в самом низу, вот такой элемент его обозначает. И опять же, как им пользоваться, есть у нас отдельный урок. Помимо монтажа, здесь же вы можете добавить конечные заставки. То есть, конечные заставки вы можете добавлять через сведения, вот здесь. Но и в редакторе тоже есть конечные заставки. Вот они, третьи в этом списке. Нажимаете на плюсик и выбираете нужный элемент. Также на странице редактора, вот здесь есть дополнительные параметры, которые помогут вам работать с обрезанным видео. Вы можете или сохранить, как новое видео, тот ролик, который обрезали. То есть, у вас на канале будет и старый ролик, и новый. Можете восстановить исходное видео и вот здесь есть показать быстрые клавиши. Можете ознакомиться со всеми инструментами, потому что как раз-то горячие клавиши и дадут вам самое точное представление о том, какие функции вы можете здесь делать. Потому что каждая из этих функций под горячую клавишу подвязано. Если вы хотите, чтобы у вас лучше было видно вот это пространство, а само видео было меньше, то захватив вот здесь, вы можете вот так вот варьировать и видоизменять окно редактора самого. На этом уроке мы с вами познакомились с редактором видео, узнали где он находится и какие функции с помощью его можно сделать. Домашнее задание для этого урока – это найти редактор у себя в творческой студии. То есть, пройти по моему пути и убедиться, что вы знаете, где находится редактор видео. И если вам он понадобится, вы будете знать, где его искать. Пишите в комментариях, какие конкретно уроки вы хотите по данному инструменту, что вам в нем непонятно. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok